Бомбит! Ох, как у меня бомбит от таких выходок компаний-производителя по отношению к своим пользователям. Всем привет! Я сегодня поговорю о том, зачем компания Huawei выпустила и продает смартфоны Mate 10 Lite. Если есть брат-близнец, снова 2i. Вы, наверное, с самого начала скажете, Паша, но Mate 10 Lite не для рынка СНГ. Отчего так пригорает-то у тебя? Ну, согласен, в принципе, но все равно обидно, да? Можете это видео? Да чего уж там, считайте это видео обзором сразу двух моделей. Huawei Nova 2i и Mate 10 Lite. Итак, начну. В 2017 году смартфоны с соотношением сторон 18 к 9 или 2 к 1, это как вам будет удобнее, стали прям трендовым наравне с моделями с двумя основными и не только камерами. Так вот, Mate 10 Lite именно представитель этого замечательного тренда уходящего года. Только до сих пор остается загадкой, почему компания Huawei начинает включать конвейер а-ля Xiaomi и производить почти одновременно несколько похожих моделей с разной ценой. Зачем? Ведь этим самым, например, меня, как покупателя, это в очередной раз заставляет нервничать и страдать в муках выбора. Сразу вам скажу, что именно у этого бренда сразу три одинаковых модели. Honor 7X, Mate 10 Lite и Nova 2i, которые рождены в один день инженерами компании. Тут стоит 7X сразу отодвинуть в сторонку, так как он самый унылый среди вышеперечисленных. Так вот, собственно, перед нами Mate 10 Lite младшенький среди трех Mate'ов в 2017 году. А Mate 10 Pro этой осенью всех покорил. Стоит такой смартфон? Это я про Mate 10 Lite. Присядьте. 28 тысяч 990. Дайте вы нахуй, дорогие мои! Да-да, прикиньте, 28 тысяч 990 рублей. Продается во всем мире, кроме стран СНГ. Там нет Nova 2i и, видать, бюргеры зарабатывают достаточно, чтобы тратить такие бабосики за такие характеристики. Кто такие вообще? За эти деньги мы получаем металлический корпус, несколько вариантов расцветки на выбор, 4 камеры. Да, вы не ослышались, аж целых 4, хотя кому я говорю, это же Nova 2i. Там все так же. Сканер отпечатков пальцев на спине, экран FullView 18 на 9, Full HD, плюс 4,64 по памяти, процессор HiSilicon Kirin 659, весь набор датчиков и модулей связи, батарея несъемную на 3340 мАч. На этом все. Некоторые особенности, характеристики я рассмотрю более подробно. Держим в уме всегда цену на эту модель 28 990. Вот так вот, лавешка мутится. Если не верите, то ссылка в описании это подтвердит. Проверяйте, давайте, мои дорогие. Но и не забывайте, что Nova 2i со всеми скидками, купонами и подарками от Huawei по цене менее 18 990 рублей тоже есть там же. Итак, начну с экрана и его особенностей. Это 5,9 дюймов вытянутый экран по системе 2 к 1 с разрешением FullHD+, то есть 2160 на 1080 точек. При этом размеры 75 на 156, толщина 7,5 мм. Для того, чтобы вы раз и навсегда поняли, будет ли вам удобно пользоваться этим самым смартфоном, я вам дам бесплатный практичный совет. Берете лист бумаги формата А4, линейку, карандаш или ручку и вырезаете по размерам выше прямоугольник и берете его в руку. Во-первых, он будет у вас висеть, как сосиска. Ха-ха. Полная хуйняла вся. Но можно вместо бумаги использовать картон с уроков по труду или где вы там его используете. Во-вторых, вы сразу поймете для себя, что держать такие экраны одной рукой, как и пользоваться, невозможно. Имейте это в виду и прочувствуйте бесплатно до покупки. А если же вам более чем комфортно, то это превосходно и отлично. Бегом в интернет-магазин радовать себя современным гаджетом. Вообще, экран приколен в том понимании, что на него по вертикали помещается больше места. И это иногда удобно при использовании смартфона. Ну и видосики на ютюбе вы будете смотреть как царь. Второе, на чем я хочу заострить ваше внимание, это его производительность. Тут все двояко. В повседневной жизни, да и в принципе не игровым, этого железа будет хватать с головой. Но если вы любитель позалипать в танки или другие современные 3D-игры, то тут-то вы получите средние и низкие настройки графики на таком огромном и красивом экране. Сами решайте, хорошо это или плохо. На каждый день ворочать в соцсетки более чем. Не будем засекать скорость работы по открытию кучи приложений, просто поверьте моему слову. Если вы обычный юзер, вы останетесь довольны. Результатами синтетики никого не удивишь, если они есть в обзоре и это хорошо. Работает на фирменной оболочке на Android 7.0. Батарейку держит хорошо. Третье и последнее, чего стоит вашего драгоценного внимания, это камера. Если быть точным, камеры. Аж 4 штуки. 2 основных и 2 фронтальных. По характеристикам. Тыловая фронтальная двойная 16 плюс 2 мегапикселя. Фронтальная камера двойная 13 плюс 2 мегапикселя. Прикольно подумал я и начал снимать на них фоточки. Результатики смотрите на экранчике под музычку. Но как по мне, ничего супер выдающегося нет. Нет в этом вау. 4 сука камеры. Это вполне достойный результат, но не более. Тем более не за 28 990. Тут уж простите, за эти деньги вариантов куча. Купить можно, например, Xiaomi Mi 6 и так далее. Всякие ванпласы. И вообще напишите в комментариях, что можно купить за эти деньги. В сухом остатке по камерам снимает хорошо, как для среднебюджетного смартфона. Своё мнение можете писать в комментариях. Может, я не прав, и вы мне это расскажете. Хотя вы настолько ленивые, что даже не заметите этих слов. Собственно, в чём бомбёж этого видео? Нельзя такое продавать даже европейцам по 28 990 или 600 евро. А то, что нашим гражданам есть вариант купить новую 2i с такими же характеристиками, это прям манна небесная. Ну не смотрите в сторону Honor 7X, по крайней мере сейчас, за эти деньги. У меня действительно пригорело не от смартфона, а от стоимости, которую компания просит за такие характеристики. Я до конца верил, что ну не может быть такого разброса цены. Мне почему-то смартфон показался одновременно каким-то безликим и слишком нарочито необычным. Как всегда, я вам рассказываю именно про отношения после использования и теста устройства. Вот я реально ждал тогда, когда в моих руках окажется смартфон с таким соотношением сторон. Но он у меня оказался, и я разочарован. Или даже не могу понять, как я себя чувствую по этому поводу. Я однозначно считаю, что нова 2i, а утверждать это я могу со стопроцентной уверенностью, будет хитом продаж этой зимы. Потому что все хотят такие экраны и камеры за менее чем 300 баксов. И офф гарантии, и всякими бонусами от компании. Вывод один. Если вы хотите такой смартфон от Huawei, то бегом покупать нова 2i. Это прям вообще ваш выбор. Вы, товарищи, нелояльная аудитория. Вы не хотите быть интерактивными, вы не хотите принимать участие в жизни канала и всяких новых идеях. Потому что вам хуй. Это грубо, но зато честно. Поэтому, конечно же, никаких платных лотерей на этот смартфон не будет. Будет только продолжение моей деятельности на ютубе вопреки многим. Все ссылки, как всегда, в описании. Пишите, что вы супермен или какой-нибудь персонаж из вселенной комиксов, если досмотрели до этих слов. Подписывайтесь на канал Телеграм, там купоны и скидки. Есть сайт, там тоже они есть. Прожимай колокольчик, потому что это важно. Всех с наступающими. Совсем скоро увидимся. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok